всем привет на этом видео хочу рассказать как получить доступ к нашему домашнему серверу с интернета то есть наших мобильных устройств ноутбука или дать доступ к там нашим друзьям к нашему серверу который стоит у нас дома и так что мы затронем в этом видео здесь мы разберем схему подключения которая возможна и как мы выходим интернет из дому разберем установку настройку openvpn как это работает для чего это используется посмотрим конфигурацию и создадим эту конфигурацию для наших клиентов мы подключим наш домашний nextcloud сделаем безопасный подключение к нему по протоколу https для этого будем использовать lesson script настроим его и сделаем автоматическое обновление сертификатов и так давайте разберем теорию сначала варианты домашнего подключения это такие известные понятия как белый и серый ip адреса начнем с белого и так давайте представим вот у нас есть наш интернет отобретим его видео вот такого вот облака у нас есть наш дом в котором несколько квартир или несколько серверов или обычные компьютеры при любом подключении у нас есть провайдер который нам доставляет интернет и мы с наш серверов либо с наших компьютеров выходим это образом интернет при белом подключении это у нас получается как бы прямая связь в интернет то есть обходя нашего провайдера у нас наши сервера или там наши компьютеры у них есть публичный доступ то есть возможно не у наших серверов сразу же да это скорее всего у нас стоит роутеры wi-fi роутеры стоят дома и на них можно посмотреть наши публичные адреса я для примера взял вот такой вот адрес он может быть совершенно другим посмотреть дома если вайфай роутер это очень легко это вот наподобие вот таких вот устройств эти айпи адреса они разделяются на статическим им динамически что такое статический адрес то есть вот этот вот айпи адрес но он не меняется каждый день он остается у вас постоянно то есть скорее всего вы платите дополнительные какие-то деньги за статический публичный айпи адрес public айпи адрес динамический адрес этот публичный адрес он может меняться он может меняться часто каждый день он может меняться раз в неделю либо раз в месяц это все зависит от нашего провайдера итак вот наши сервера есть и вот есть мы с нашим телефоном или ноутбуком и мы каким-то образом выходим в интернет мы хотим подключиться с нашего устройства с нашего телефона через интернет к нашим серверам и при том что у нас есть белый айпи адрес у нас наши сервера имеют публичный айпи адрес как это можно сделать это с использованием динамического dns либо vpc плюс vpn это я потом это рассмотрим цена вопроса от 0 долларов мы также можем просто подключаться к нашему айпи адресу публичному но для этого нам нужно разрешить определенные порты на нашем роутере то есть прокинуть наши порты внутрь восьмидесятый порт для веб подключения либо порт 443 для https подключения также в подключении но поскольку я все роутера разобрать не смогу их огромное количество то мы будем разбирать второй вариант подключения это vps vpn vpn и так это мы разобрали белый айпи адрес то есть прибил маяпи адреса адресе у нас есть публичный айпи адрес сразу нас дома дальше что такое серый айпи адрес у нас тоже есть наш дом с нашими серверами также есть провайдер который нам предоставляет доступ к интернету но в этом случае идет подключение в интернет то есть мы выходим наш компьютер дома выходит в интернет через провайдер мы сначала подключаемся к провайдеру допустим мы хотим зайти на фейсбук или на другой какой-нибудь сайт на мы идем сначала к нашему провайдеру а уже потом с нашего провайдера мы выходим в интернет в этом случае у нас айпи адреса они будут приватные частные айпи адреса private это все те адреса которые нельзя сразу же запросить интернетом эти адреса скрытся провайдера у провайдера же есть публичный айпи адрес вот в этом случае мы с нашим айпи адресом с вот этим вот айпи адресом мы выходим интернет допустим к фейсбуку мы переходим к нашим провайдеру потом происходит маскировка айпи адреса то есть он маскируется как этот айпи адрес и уже выходим мы в интернет чтобы нам подключиться через наше устройство к нашим серверам у нас нету никаких прямых возможностей если в этом случае с белым айпи адрес можем просто ввести айпи адрес наша домашняя сервера там небольшие настройки сделать нашего роутера и тогда мы сможем прямо подключаться к нашим к нашему серверу да то в этом случае мы не можем ввести частный адрес в наш телефон то есть мы не сможем получить пути к этому адресу потому что этот айпи адрес он может быть у миллионов людей дома вот что в таком случае как нам подключиться все же к нашему домашнему серверу это решение это будет vps с vpn и цена от одного доллара в месяц да может быть немножечко меньше где-то там какие-то акции есть есть ну просто огромное количество провайдеров которые предлагают очень дешево vps мы разберем даже такое vps и что такое vpn как это все работает это решение оно подойдет также к белым айпи адресами если у вас есть также хочу заметить что если у вас допустим вот серый айпи адрес и у вас нету никакого публичного адреса вы можете спросить у вашего провайдера если такая возможность вам дать белый айпи адрес возможно это будет стоить дополнительных денег давайте разберем дальше что такое vps vds и vpn что такое vps это visual private server или videos это visual dedicated server зачастую это виртуальные или приватные сервера который предоставляется хостинг провайдером их можно взять в аренду такие сервера зачастую сразу же имеют public айпи адрес и в зависимости от провайдера у вас возможно будет сразу же включен одно доменное имя и что такое vpn vpn это virtual private network это виртуальная частная сеть давайте рассмотрим как это работает и будет все понятно итак у нас есть наш интернет и допустим у нас есть огромная компания просто вот один офис находится в нью-йорке вот у него такой public айпи адрес еще один офис находится в берлине вот с таким айпи адресом и еще один сервер один еще один филиал находится нас в лондоне но вот с таким айпи адрес то есть они могут друг другом соединяться по своим публичным айпи адресам через firewall и но безопасно ли это дальше у нас есть сотрудники допустим некоторые сотрудники находятся удаленно не за какой-нибудь там другой стране мы находимся здесь вот и мы также должны работать с разными серверами на также где-то в уголку еще может быть люди которые не очень добросовестно хотят использовать эти сервера и пытаются их сломать то есть эти сервера эти ip адреса порты они открыты для всех в интернете вот если мы можем подключиться к этим серверам то кто-то другой тоже при небольших инвестициях времени и знаний сможет подключиться к этим серверам что делаю в таком случае а в этом случае создается виртуальная частная сеть которая охватывает вот всех пользователей которые должны работать с определенными ресурсами мы создаем частную сеть vpn у нее маска сети вот то есть там айпи адреса 10 10 10 и там допустим еще в конце она будет меня зависимости от клиентов в этой частной сети наши сервера получают следующие айпи адреса допустим этот сервер получит в конце 11 22 и 33 и то есть при подключении этих серверов друг с другом даже если мы хотим подключаться к этим серверам то нам не нужно вводить наши публичные айпи адреса да мы можем работать если мы находимся внутри сети внутри виртуальной частной сети мы можем использовать частные айпи адреса вот и то есть у нас будет работать подключение то есть все сервера может могут разговаривать между собой по таким туннелем по шлюзом да и никто в сети в интернете не сможет прочитать эти пакеты потому что они закодированы и они понятны только конечному устройству давайте посмотрим дальше давайте посмотрим план как у нас будет для домашнего сервера и так давайте представим нас есть дом с нашим сервером на котором работает nextcloud или другой сервер это не столь важно у нас также есть наш интернет также существует наш провайдер и мы выходим интернет таким образом у нас есть серый айпи адрес мы выходим интернет через нашего провайдером где наш айпи адрес маскируется вот таким айпи адреса также есть мы мы выходим интернет и хотим подключаться к нашему xcloud что нам для этого нужно поскольку мы не можем напрямую подключить к нашему серверу мы не можем запросить этот айпи адрес потому что здесь нет маршрутизации к нашему серверу что нам нужно ли это нам нужно взять в аренду vps наш виртуальный сервер у провайдера у этого сервера есть публичный айпи адрес также к этому айпи адресу мы можем купить либо сразу идет в пакете доменное имя зачастую она идет уже в пакете там какой-то вы получаете саб домейн то есть там бла 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 . имя провайдера . ру ком нет так дальше но это мы потом посмотрим что нам нужно дальше сделать чтобы нам подключаться через наш виртуальный сервер который находится у провайдера чтобы нам подключиться к нашему домашнему серверу мы установим на наш vps openvpn сервер а на домашний сервер мы установим openvpn клиент таким образом мы сможем с нашего сервера создать виртуальную сеть с нашим сервером который находится в интернете вот таким вот образом у нас будет проходить подключение это такой такого образа туннель будет создан и в этом туннеле у нас сервер допустим получит такой айпи адрес и клиенту будет присвоено в этой же сети другой айпи адрес я к примеру взял 11 и 22 все это соединение будет идти через туннель и оно будет безопасно никто не сможет вклиниться вот в это подключение и прочитать какие-то там ваши пакеты дальше чтобы нам получить через наш браузер подключение к нашему клиенту к нашему nextcloud мы установим на наш сервер веб-сервер apache и настроим его как reverse proxy то есть при подключении к этому серверу мы будем автоматически перенаправлены через туннель к нашему домашнему серверу и также для подключения для безопасного подключения с протоколом https мы будем использовать lesson script нам предоставить возможность бесплатно получать сертификаты эти сертификаты поддерживают и firefox и chrome то есть нет проблем также в этом случае у нас есть друзья у нас есть коллеги знакомые которые также смогут подключать нашему nextcloud скачивать либо загружать какие-то данные то есть они также могут подключаться к нашему серверу к нашему vps такой вот план будет нашего домашнего сервера и давайте посмотрим для чего еще мы можем использовать наш vpn и наш vps вот давайте разберем наше подключение которое мы до этого сделал нас есть сервер у нас есть клиент вот наша vps это мы которые мы даже подключаемся к нашему серверу к нашей vps и идем к нашему домашнему серверу вот мы подключаем таким образом допустим мы пошли в макдональдс и также хотим подключаться не только к нашему домашнему серверу там через наш vps но также мы хотим подключиться к фейсбуку либо сделать какие-то банковские переводы через онлайн-бэнкин что такого образа но в макдональдсе есть открытый вай-фай да что является небезопасным если мы к нему подключимся и будем вводить какие-то наши логин и пароли либо делать какие-то банковские операции это не очень безопасно для этого мы устанавливаем наше мобильное устройство либо наш ноутбук также open vpn клиент и получается так что мы находимся вот мы все втроем находимся в одной частной сети наш open vpn сервер можно строить так что он будет маскировать наш IP адрес то есть наш маскировка нашего IP адреса с телефона либо с ноутбука он будет маскировать этим IP адресом и даже будет происходить подключение к другим веб-ресурсам facebook онлайн-бэнкинг там какие-то фильмы смотрели или что-то в этом роде то есть это будет подключение безопасно поскольку вай-фай который находится в макдональдсе он видит только одно подключение что мы подключились к нашему серверу и все больше никакие подключения куда мы лазим на какие-то банки на какие-то ресурсы онлайн он этого видеть не будет это будет видеть только наш сервер который будет наши пакеты раскодировать и перенаправлять уже на facebook на онлайн-бэнкинг и куда вы хотите то есть это играет большую роль в безопасности это может быть не обязательно гноз это может быть какой-то другой ресторан отель в общем таким образом мы сделаем себе безопасное подключение и давайте еще посмотрим с чего мы начнем что мы будем делать поскольку вроде как картинки это хорошо но как это все воплотить в жизнь первую очередь нам нужно выбрать провайдера для vps или vds по каким критериям это нужно выбирать то есть это расположение как будет маскироваться наш ip адрес и соответственно скорость подключения поскольку если вы возьмете сервер где-то в китае а вы находитесь в европе то это будет не очень оптимально поскольку сначала ваше подключение будет идти в китай потом с китая уже будет идти снова в европу и вас получатся задержки даже такой параметром является цена но цены варьируются от и до можно взять самый маленький там vps за 50 центов в месяц можно за евро за доллар а может он стоит и 10 и для этого нам нужно определить что нам как у какого размера вообще нужен наш vps к минимальные требования это один процессор один cpu 512 мегабайт оперативной памяти и 10 20 гигабайт жесткого диска за головой нам хватит то есть от этих минимальных ресурсов можем отталкиваться и смотреть выбирать наших провайдера я потом покажу как у меня это все настроено где я его взял дальше что мы будем делать устанавливать linux на vps мы создадим домен и настроим dns то чтобы нам было удобно не вводить наш айпи адрес в браузере а мы будем вводить наш таймин и имя там допустим майн хом села . ком да и мы будем переходить на наш домашний сервер они вбивают там 15 36 212 всякое такое вот с этим мы закончили настройку нашего vps работ не так мало но это не настолько сложно как кажется дальше что нам нужно установить и настроить VPN сервер мы создадим здесь также конфигурацию и сертификаты для VPN клиентов которые будут потом переноситься на наше устройство также на наш домашний сервер и на наше мобильное устройство наши компьютеры даже мы установим клиент на домашний сервер на телефон я покажу как это делается и проверим работоспособность нашего vpn то есть что мы сможем подключаться через VPN к нашему серверу и также через наш open vpn сервер выходить на другие ресурсы при том что наш VPN сервер будет маскировать наш айпи адрес дальше что нам нужно мы сделаем установку и настройку веб-сервера веб-сервера будут базироваться на apache веб-сервере мы создадим виртуальный хост который будет перенаправлять пакеты пришедшие извне на наш домашний сервер и настроим хотите ps подключение с помощью lesson script это же этот пункт делается очень быстро легко я все покажу и настройки конфигурацию я сохраню в описании ну вот как бы это все тестируем и радуемся я думаю на всем получится и довольно таки очень быстро что ж приступим переходим на в в консоль на настройки ну и давайте начнем с выбора виртуального сервера у меня их несколько и они у меня все находятся в netcap такой хостер почему выбор пал на него это не самый дешевый хостер но по крайней мере работы все стабильно и очень удобно с управлением этим этих серверов присутствует немало количество серверов к выбору это зависит все от ресурсов которые вы покупаете его начинается цена от 0.004 цента в час то есть посчитать можно уже сколько будет стоить в месяц но обычно это сразу вы платите по месяцам уже цена установлена вот здесь снизу мы сейчас можем видеть сколько цена стоит в месяц за один процессор и 2 гигабайта оперативной памяти плюс 20 гигабайт жесткого диска мы платим 2 с половиной чуть больше евро в месяц ну и так же они идут повыше цены есть копания как виртуальный сервер vps и есть как root сервера root сервера они подороже потому что они идут с такой возможности что вы можете свои собственные образ устанавливать то есть если вам не подходит набор который уже провайдер предоставляет операционной системы то вы можете свой образ загрузить из него уже установить себе сервер ну давайте перейдем сразу же к настройкам нашего сервера это вот мой сервер и сейчас на него нужно поставить как бы свеженькую операционную систему у меня на нем один процессор всего лишь оперативной памяти 4 гигабайта и жесткий диск на двести три четыре гигабайта но на нем работали некоторых системы сейчас мы установим чистую систему вот список всех образов которые есть и сейчас будем ставить наш линкс здесь мы выберем ubuntu давайте самую новую 20.04 я зарегистрировал свое доменное имя как romnero.de и также мы сейчас настроим dns вот наш ip-адрес dns у всех настраиваются по-разному вот так у меня выглядят настройки dns сервера звездочка все адреса которые связаны с romnero.de будут перенаправляться на ip-адрес на этот ip-адрес я также создал subdomain так cloud то есть полный ur будет cloud.romnero.de как a record он будет указывать на также мой public ip-адрес сервер установился обратите внимание при выборе провайдера чтобы у вас была возможность заходить на ваш сервер с веб-браузера не все провайдеры это разрешают но это очень хорошо может помочь при решении каких-то проблем и так сервер запущен и для удобства давайте перейдем теперь в mob-exterm для удобства ввода команд теперь переходим в наш сервер root add так и здесь горит пароль пароль вставляем все вот мы зашли наш сервер сейчас давайте сделаем некоторые вещи которые обезопасят наш сервер это создадим сразу пользователя затем user-add с домашней территории и с управлением с командной строкой пользователя и с вот так вот есть и теперь найти все позиции создан Готово. Теперь поменяем пароль для рута. Для этого пишем как root. PassVD. Enter. И дальше вводим наш пароль для root. И еще раз. Хорошо. И также дадим пароль пользователю Роман, поскольку у него нет никакого пароля. Пишем PassVD. Роман. И вводим для него пароль. Жадно, чтобы эти пароли были достаточно хороши. Так. Все. Мы создали пароли. И теперь давайте протестируем, сможем мы сойти на наш сервер как Роман. Открываем новую вкладку. Так. И вот мы вышли на сервер. Мы также перейдем, можем перейти как суперпользователю, как root встать. Все. Мы root. И давайте сделаем некоторые вещи по безопасности. Итак. Отключим подключение root. И поменяем порт для SSH. Переходим. SSH. SSH. T. Конфиг. И здесь ищем такую строчку как Permit Good Logging. Здесь стоит да, что можно как root заходить на сервер, мы поставим нет. Это первое, что нужно поменять. И второе, находится сверху, это порт. Стартный порт для SSH, это 22. Ну, я поставлю, давайте, вот такой вот порт. Сохраняем. И перезапускаем сервис. Все, сервис мы перезапустили. Дальше обновим систему. Это apt update сделать. И дальше сделать apt upgrade. Она свежая, только установлена, поэтому она будет актуальна. И я сразу устанавливаю некоторые пакеты на сервера, на новые. Сейчас я скопировал. Это все я помещу в описании. Это немножко, чтобы было покрасивее, поудобнее использовать. И некоторые пакеты для работы с сетью. Так, это установили мы. И давайте еще установим такой пакет, как fail-to-ban. Этот пакет необходим просто для предотвращения brute-force атак на ваш сервер. Пишем apt install. И fail-to-ban. Fail-to-ban уже настроен для защиты по SSH протоколу. Также его можно немножко увеличить для защиты веб-серверов, либо данный банк-серверов. Дальше я изменю немножко отображение консоли, чтобы это было более красочно. Для этого нужно изменить будет бешерсти. Я вставлю свою конфигурацию. Сохраняем. WQ. И пишем bash. И все. Как видим, у нас все красивенько отображается. Дальше. Вот это мне не нравится, что оно таким вот написано. Давайте изменим хостнейм. Пишем hostname ctl set hostname и напишем название моего хоста. Romner. Есть. И еще нужно нам изменить файл, который находится в etc-hosts. Так, вот здесь, как видим, здесь опять такие же цифры. Выбираем. Пишем. Здесь наши имена доменные. И также здесь для нашей public IP. Так. И Romner. Все. Готово. В общем, здесь так вот мы закончили конфигурацию нашего root сервера. Немножечко обезопасили его. Немножечко украсили. И немножко установили каких-то программ. Так. Давайте переходить уже к настройке VPN сервера. Итак, давайте настроим OpenVPN VPN сервер. Я нашел на GitHub очень классный проект. Здесь лучше один скрипт, который все устанавливает, все настраивает. Конечно, можно зайти на официальный сайт OpenVPN. Это он так вот. OpenVPN. Вот он так выглядит. То есть там с графической оболочкой. То есть в веб-браузер у вас будет оболочка. Но если вы это чисто для себя использовать хотите, то нету абсолютно никакого смысла это устанавливать. Потому что в нем очень много настроек по безопасности, по ключам, по времени, по протоколам. Это, если небольшой сервер у вас, то это будет немножко ему накладно. Этот еще OpenVPN веб-сервер тянуть. Поэтому будем использовать этот проект. Здесь описано, как установить через этот скрипт. И вот эту команду мы сейчас скопируем. И вставим на наш сервер. Давайте сделаем, как написано в инструкции. Итак, у нас сразу появляются такие вопросы с ответами. Какой протокол мы хотим использовать? Пишет UDP Recommended. Ну, мы его и оставим. Просто нажимаем Enter. Здесь в скопах написано, который по умолчанию выбран вариант. Какой порт должен использовать OpenVPN? Это стандартный порт 11.94. Мы его и оставляем. Сейчас здесь нужно выбрать DNS сервер, который будет присваиваться к клиенту. Я оставлю также по умолчанию. Текущий сервер. И здесь введем имя для первого клиента. Ну, поскольку у меня первый клиент. Давайте так и назовем его. Клиент 1. Нажимаем Enter. Все. Нажимаем любую кнопку. И он скачивает нам необходимые пакеты, которые для сервера необходимы. Скачивает для создания ключей. OpenSSL. Создает ключи. Все. Готово. То есть вот так вот моментально, быстренько мы это все сделали. Здесь напишет, что конфигурация для клиента находится в папке root. и называется client1 openvpn. И новый клиент может быть создан. Еще раз нужно запустить этот скрипт. То есть мы это и сделаем. Его уже можно запустить. Просто вот. пэш. И вот у нас немножко на другое уже меню. Оно проявилось, что у нас уже установлен openvpn. И оно говорит добавить нового клиента, удалить клиента, или удалить полностью vpn. Просто выйти. Ну, допустим, мы добавим еще одного клиента. Нажимаем 1. Клиент имя. Давайте. Home. Сова. То есть мы первый клиент мы скинем на телефон. Я покажу, как это работает с телефона. И этот клиент мы скинем на наш домашний сервер. Все. Готово. Конфигурация находится в... Тоже в root. И мы сейчас... Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся как раз в root. Вот. И вот наши конфигурационные файлы. Клиент 1 openvpn и home server openvpn. Эти два конфигурационные файла нужно будет скинуть на клиенты. Как проверить, работает ли у нас vpn сервер? Просто посмотри, какие у нас IP адреса присвоены. У нас вот новый девайс появился. Tune 0. То есть туннель. И вот такая вот сетка у нас виртуальная. Наша вот эта вот виртуальная сеть. То есть в этой сети у нас будут добавляться наши клиенты. Наш home сервер будет в этой сети. Наши клиенты при подключении к vpn. Так. Ну вот таким вот образом мы установили сейчас сервер сам. И теперь давайте перейдем к установке клиента на телефон. Нам необходимо скачать наш компьютер, либо на телефон наши эти конфигурационные файлы. Как это можно сделать? Это можно сделать сразу с mob.ex.term. Можно использовать файл.цилла. Можно использовать fin.scp. То есть что вам больше нравится. Вот наши два файла. Этот файлик мы перенесем на домашний сервер. А этот на телефон. На телефон нам нужно установить OpenVPN клиент. Его можно скачать с Google Play Маркета. Вот так он выглядит. И запускаем. Дальше мы видим вот такое окно. И снизу справа, внизу, находится значочек плюс. Нажимаем его. Переходим в файл. И ищем теперь файл, который мы скачивали на телефон. Наш конфигурационный файл. Вот наш клиент. OpenVPN. Нажимаем импорт. Дальше изменим имя нашего профиля. Напишем romnero.nde, чтобы не путаться. И нажимаем сверху add. Все, видим у нас здесь показывается наш профиль новый. И давайте проверим, как у нас сейчас есть IP-адрес. Входим в Google Chrome. И просто вводим MyIP. Так, и переходим по любой из ссылок. Вот такой мой IP-адрес без VPN подключения. И сейчас давайте перейдем в VPN и включим наш клиент. Так, переходим снова в приложение. Запускаем. Идет подключение. Все, мы подключились. И теперь давайте снова проверим наш IP-адрес. Обновляем страницу. Как видим, у нас IP-адрес поднялся. Наш адрес нашего телефона, он будет маскироваться нашим OpenVPN сервером. То есть это все работает. Переходим снова для дальнейших достроек наш VPS. Дальше давайте сделаем сертификат для нашего сервера. Для этого мы используем такой сайт, как chatbot. И с помощью него мы получим лест-скрипт сертификат. И да, когда вы перейдете на этот сайт, у вас сразу появится такое вот окошечко. Здесь нужно выбрать, что работает на сервере. Вот здесь Apache, Nginx, Proxy и всякое такое. Мы пишем, что ничего, поскольку у нас еще ничего не стоит. И мы будем использовать Apache в будущем, как Proxy, Reverse Proxy. И здесь операционную систему у нас в пункту 2004. Ничего из вышеописанного не ставим. И дальше делаем Default нам надо. Дальше делаем все то, что указано снизу. В первый пункт нам нужно установить соединение к серверу. У нас это готово. Дальше нужно скопировать эти команды, добавить репозиторий. Копируем эти все команды. И теперь приходим на наш сервер. Вставляем это все, нажимаем Enter. Дальше устанавливаем именно C-Bot. Копируем, вставляем. Соглашаемся на установку. Идет установка. Дальше что нам нужно будет делать? Если наш сервер не работает сейчас, то мы можем сделать вот такой командой, получить наш сертификат. Копируем эту команду. И вставляем на сервер. Это займет небольшое время. Дальше нам предлагается ввести наш email-андрес, для того, чтобы нам приходили оповещения о том, что сертификат скоро заканчивается. Мы это и сделаем. Готово. Дальше нам говорят, что нужно согласиться с лицензией. Нажимаем A, то есть игры. Нам предлагают добавить наш email-адрес для рассылки, для программистов. Нет, не хотим. Здесь нам необходимо ввести наши домены и имена, для которых будут созданы сертификаты. Мы сделаем сразу для нескольких доменов, то есть разделим их с запятыми. Основной будет romnero.te. Дальше ставим запятую. Давайте скопируем. Дальше мы введем здесь. У нас будет cloud. romnero.te. И давайте vpn. Дальше нажимаем Enter. Идет ожидание сертификации. Все, готово. Здесь нам отображает вся необходимая информация, то есть место, где сохранены наши сертификаты и также, где сохранены наши кей-файлы. Дальше проверим автоматическое обновление наших сертификатов. Немножко переходим вниз и копируем вот эту вот команду. Отлично. Копируем и вставляем в консоль. Lessonscript автоматически создает такую ончоб, которая каждый день проверяет наличие сертификатов для обновления. Так что это должно работать автоматически все. Проблема в Lessonscript то, что сертификат действует всего лишь 3 месяца. Из-за этого очень важно, чтобы автоматическое обновление работало. Все. Все у нас прекрасно работает. Все готово. Так, сертификат у нас есть. vpn сервер есть. Продолжаем. И теперь нам нужно установить клиент на наш домашний сервер. Проверим еще на нашем виртуальном сервере в интернете, работает ли наш vpn. Вот туннель показывается и вот наша сеть. Итак, переходим теперь на наш домашний сервер. Вот у меня дома работает сервер. Его IP-адрес. Вот. И давайте попробуем зайти на этот IP-адрес. Что будет? то есть вот мой домашний сервер. То есть все работает, все хорошо, но он доступен по этому IP-адресу и он не по SSL-протоколу идет, он просто HTTP. Итак, на этот сервер нам нужно установить vpn-клиент. Итак, вводим следующее apt-update, обновим наши репозитории. Отлично. И делаем apt-install и open-vpn. Теперь нам нужно еще конфигурационный файл, который мы создавали на нашем сервере. Его нужно перенести на наш домашний сервер. Чтобы загрузить его на наш Nextcloud, использую sftp. И здесь такая штука загрузить. И вот тот файл, который конфигуратор, который мы скачали. Нажимаем открыть. Все, готово. Вот мы скачали в root-директорию home-server-vpn. Дальше, что нам нужно сделать с этим файлом? Нам нужно его скопировать в директорию open-vpn, для того, чтобы у нас автоматически стартовал наш сервер как клиент. То есть open-vpn клиент, чтобы стартовал автоматически. Итак, копируем территорию etc open-vpn и здесь пишем client.conf Это нужно обязательно переименовать, чтобы автоматически распознавал open-vpn клиент то, что этот конфигурационный файл нужно использовать. Так, мы скопировали. И давайте проверим, какой у нас IP-адрес, с которого мы выходим из дома в интернет. Для этого можно использовать такую команд как curl if config .me И вот мой домашний сейчас у меня вот такой IP-адрес public IP. Дальше нам нужно запустить наш vpn клиент. Для этого пишем open-vpn минус-минус client минус-минус config и указываем наш конфигурационный файл etc open-vpn client и дальше указываем наш клиент open-vpn client .conf вот так и запускаем нам отображается log файл под включением вот так это выглядит все все работает здесь мы видим IP-адрес нашего клиента в нашей vpn сети и остальную статистику сейчас мы в консоль ничего не сможем вести поскольку мы запустили наш vpn клиент не в background давайте изменим немножко нашу команду ctrl-c и в конце просто добавим такой значок запускаем нажимаем enter еще раз мы можем вводить другие команды проверим как работает у нас появился новый интерфейс tune 0 и вот наш IP-адрес в нашей vpn сети теперь давайте посмотрим какой у нас сейчас публичный IP-адрес как мы видим у нас IP-адрес нашего сервера нашего сервера который стоит в интернете для проверки вот наш публичный IP-адрес прекрасно так чтобы у нас автоматически стартовал openvpn клиент если там у нас выключим дома серверы или свет пропадет или еще что-то то нужно сделать следующее пишем systemctl enable и openvpn client собачка точка service enter и теперь давайте проверим давай сначала убьем наш туннель посмотрим какой у него ID crap vpn и вот наш vpn работает убиваем kill так отлично проверяем все у нас нету нашего девайса и теперь проверим как работает у нас автостарт пишем service openvpn add client start и проверяем наше устройство все у нас vpn работает прекрасно то есть можно попробовать перезагрузить сервер этот туннель должен стартовать автоматически так прекрасно это мы сделали дальше что нам нужно еще сделать нам нужно настроить теперь apache то есть веб сервер на нашем виртуальном сервере который в интернете стоит как reverse proxy переходим в наш виртуальный сервер и обновим репозиторию апдейт сделаем и сейчас будем устанавливать apache add install apache 2 нажимаем enter так отлично дальше мы добавим некоторые модули для того чтобы можно было использовать как reverse proxy пишем add to n mod proxy module дальше rewrite module module SSL module headers module proxy HTTP add to n mod add ошибку сделал и headers сделать отпечатку вот headers отлично все нам говорит перезапустите apache но это мы сделаем потом дальше переходим к настройке нашего виртуального хоста то есть который будет уже брать на себя все запросы которые мы будем посылать на cloud romner.de и будут пересылать наш домашний сервер идем в настройки apache находятся они в etc apache и здесь у нас есть две папки sites available и sites enable в sites available указывают все виртуальные хосты которые вообще настроены здесь а в sites enable которые включены в данный момент мы сейчас создадим в sites available наш виртуальный хост переходим в sites available здесь уже есть по умолчанию два виртуальных хоста но мы сделаем новый пишем vi nextcloud .conf можно назвать как угодно важно чтобы была .conf и вводим нашу конфигурацию сейчас нажим на паузу итак вот такая вот конфигурация то есть что здесь вам нужно будет изменить вам нужно будет изменить server name то есть этот subdomain и ваш домейн который у вас есть либо вы получили полностью домейн для вашего сервера от вашего провайдера то есть здесь вставляем его здесь и вот здесь вот даже здесь все оставляете так же потом вот в этих местах когда мы создавали сертификаты они у нас были сохранены в директории etc let's inscript live и дальше там у вас сертификат раз то есть вот этот вот путь посмотрите внимательно чтобы у вас был правильно именно вот эта вот часть здесь указан fullchain как сертификат и как ключ здесь указан private key private key все этот параметр нужен для корректной работы nextcloud и дальше здесь указывается вот как прокси это ip адрес нашего домашнего сервера через vpn то есть мы будем получать запрос в наш публичный сервер и перенаправлять их через vpn к нам домой сохраняем эту конфигурацию также что мы еще сделаем давайте посмотрим что у нас есть в сайт enable как я говорил это те виртуальные хосты которые включены сейчас и работают как видимо здесь есть дефолт конфигурация но нет нашего netcloud отключаем дефолт конфигурацию а to this size apache 2 отключить сайт 0 0 и нужно включить наш сайт a to end sites enable и мы его назвали нашу конфигурацию на xcloudconf вот так дальше нужно нам перезапустить apache пишем service apache 2 restart готово дальше мы переходим в наш браузер и посмотрим что у нас получилось то есть это мы с дома заходили и сейчас введем наш cloud так у вас скорее всего будет такая же ошибка что это значит что nextcloud не может принимать запросы с таких адресов нужно ему сказать что да это твой новый адрес либо твой дополнительный адрес это нужно сделать на домашнем сервере переходим обратно на домашний сервер и нам нужно изменить конфигурсованный файл config.php от nextcloud это можно найти его в домашней территории от nextcloud у вас будет то же самое вот здесь вот только спереди будет fa www дальше там nextcloud и config вам нужен config файл config.php запускаем для редактирования ищем такое место как trusted domains вот мы видим что у нас trusted domain наш ip адрес домашний нам нужно это расширить чтобы у нас еще разрешался доступ по нашему адресу для этого очень просто создаем новую строчку можем скопировать верхнюю и ее отредактировать один и здесь полностью меняем на наш адрес cloud.rondnero.de сохраняем все ничего перезапускать не надо мы только здесь перезапустим страничку как видим у нас все работает вот у нас страничка защищена ключом то есть у нас SSR работает HTTPS автоматически переключает наш OL а это наш домашний сервер вот видим здесь давайте создадим новый каталог тест вот тест каталог и здесь обновим страничку вот тест вот так это все работает на этом видео мы сделали многое мы сделали наш сервер в интернете заказали настроили его обезопасили его сделали VPN настроили сделали VPN для телефона с которого мы можем выходить в интернет не беспокоиться нашей безопасности если мы сидим где-то в кафе ну всем спасибо за внимание до новых встреч всем пока до новых встреч пока